Да вот не начинайте там вы там непобеждённый один только Хабиб. Я это знаю, может быть, я больше, лучше знаю, чем ты, Хабиба. Он непобеждённый, это однозначно, я не это имею в виду. Я говорю, что это проект UFC, да он, UFC, да он. Я готов дать любые деньги, да он, и посмотреть, порвёт ли Ахмад любого. Так что это уже и дало, слишком дало. Всем привет, вы на канале Труджим, и с вами Свежинцев Роман. Сегодня у нас монолог президента Чечни Рамзана Кадырова про подставные бои сына Адама и непобеждённого бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Как это всё взаимосвязано, скажете вы, сейчас объясню. В прямом эфире Рамзан Ахматович ответил про скандальный бой по правилам бокса его сына Адама с соперником из Кабардино-Балкарии Асланом Бетировым. Чувствую, характер на характер сейчас пошёл. Ну да, да, да. Образилились. У, двоечка хорошая залетела от Аслана. Прям да, решили не боксировать, решили драться. Нокдаун. Рефер, подсчитал счёт. И полотенце выбросили. Довольно непонятно. Я ещё раз говорю, клянусь Всевышним Аллахом, я даже не знал, что он боксирует Дон. Я узнал, когда, после того, когда они пришли, я смотрел Дон в соцсетях, это момент, когда это взвешивание Дон. Я тогда узнал, что Адам выходит на Рингтон. Я за ними не бегаю, я за них не плачу деньги. Если я сегодня буду платить деньги, я сегодня буду подставные бои сделать Дон, то завтра из них не вырастет мужчинами. Поэтому они себе сами должны завоевать место достойное. Поэтому мне никто не давал место, я сам себе завоевал, заработал. Поэтому так и не должны быть. Не только они, все дети Дон. Сегодня, ну что он проиграл, проиграл, а что Дон? Великие спортсмены проигрывают Дон. Вот я боксёр, я оставил, так скажем, бокс, знаете, когда Майк Тайсон проиграл Дон. Я думал, что он никогда не проиграет Дон. И после слов о поединке сына, Рамзан Кадыров плавно перешёл к UFC и Хабибу. В общем, слушайте сами. Вот есть UFC, у них бывают свои, так скажем, Дон, проекты. Вот этот проект не проигрывает. Они, если нужно, три года один бой делают, два года один. Если не устраивают соперника, они переносят травмы, придумывают, там, где-то. А реальные чемпионы, они проигрывают, да, выиграют. Вот единственное, вот везде и в футболе, и везде. Вот видите всех звёзд. Когда они за сборную играют свою, Дон, они никто. У них, их не видно, Дон. Когда они у себя в клубе играют, под них целая команда играет. И вот есть Рональды или, не знаю, Месси или другие, Дон. И они звёзды. Эти звёзды зарабатывают деньги, Дон, своим, там, так сказать, хозяевам. То же самое, Дон. Вот и Ювизи, и Белатри, и везде есть свои звёзды, которые они сделали, Дон. Вот посмотрите, Дон, из всех звёзд, сколько они боёв, за сколько времени провели, и сколько они отказывались, Дон, от боёв, Дон. Поэтому это, есть проект. А вот проекты не проигрывают. Они, Дон, могут договориться, они могут подставной, Дон, сделать бой. Ну, ну, а если реально, то это жизнь. А за жизнь надо бороться. Я, меня учили, нас учили, ну, всех бороться за достойную жизнь. И мы учим бороться за достойную жизнь. И я нелюбитель, так скажем, подставных боёв. И Хабиб тоже, да, Хабиб что тоже? Хабиб, Хабиб тоже, да, он хороший спортсмен, но он проект, да, он Ювизи, да. Он стопроцентный проект, потому что у них хорошее отношение с Даной Лайденом, там. И хорошее, там, бои бывают. Если кого-то, если даже пропустил, Дон, бой сразу снимают с рейтинга. Его никогда не снимали с рейтинга. Вот. Ну, и он так, он тоже знает, что он в проекте Ювизи, да. Если он не проект, там, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб, да, он взял, выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана, или там, не знаю, как ещё там. И поэтому он, да, чётко, да, зная, да, он на что идёт, стал чемпионом. И стал чемпионом, вот, не допуская ошибок, да, он. Ну, факт, что остаётся фактом, он в проекте Ювизи, да, он. Я так считаю, да, и я думаю, что и он тоже согласится, да, он. Я не в обиду, там, никому, там. И, и, а, насчёт, ещё раз говорю, Адама. Адам готов, да, он. Выйти клетку, да, он. Выйти на рынок, да, он. Не факт, что он выиграет, да, но я вам даю слово, что он не испугается, что он будет, он будет биться насмерть, да, он. Вот, он, что у него в крови, это я точно знаю. И остальное, да, он, я не знаю, да, вот. Да, вот не начинайте, там, вы, там, непобеждённый один только Хабиб. Я это знаю, я, может быть, я больше, лучше знаю, чем ты, Хабиб, да, он. Он непобеждённый, это однозначно, я не это имею в виду. Я говорю, что это проект UFC, да, он, UFC, да, он. Если кто не согласен, да, он, если, да, он, есть вопросы, я могу читать лекции по этому поводу, да, он. Я не обвиняю никого и не говорю, что он непобеждённый. Дай Всевышний Аллах, чтобы он остался всегда непобеждённым во всех делах. Но я этому рад, поэтому ерундой не занимайтесь, да, он, господа, так скажем, герои, да, он. Ну, в UFC он сто процентов порвал, но Ахмад из всех порвёт, это уже вопрос, да, он. Я готов выставить любой вес, его вес, Ахмад, да, он, и любой гонорар, да, он. Если Хабиб выставить Ахмад, да, он, я готов дать любые деньги, да, он, и посмотреть, порвёт ли Ахмад любого. Так что это уже, да, он, слишком, да, он. UFC он порвался, мы болели за него. А в Ахмаде мы болеем, да, он, за наших, и посмотрим, да, он. Я готов платить больше гонорара, чем UFC, если он выступит, Ахмаде, да, он с нашим одноклубником, с Ахмаде, да, он. И посмотрим, как Саня, чья возьмёт, да, он. Пусть победит сильнейший. Ахмад, сила Аллаху, Ахмад. Также во время прямого эфира многих удивило сообщение бойца UFC Хамзата Чимаева, который написал следующее. Мы его порвём, если он захочет. В этот момент Кадыров говорил о Хабибе. Будет как-то реагировать на эти слова Нурмагомедов или нет, мы скоро узнаем. А пока напишите в комментариях, что вы думаете обо всей этой ситуации? И почему вдруг Кадыров поставил под сомнение достижение Хабиба? А на этом всё. Всем хорошего настроения и добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok